Никогда бы не подумал, что окажусь на прощании с самим собой. Но такая услуга действительно появилась в Барнауле. Стоит гроботерапия 50 тысяч рублей. За эти деньги для клиента подготовят зал, а также одноразовые постельные принадлежности. В стоимость входит и консультация со специализированным психологом. Подобную идею предпринимательница Ольга еще давно подсмотрела у азиатов, которых чрезмерная работа в прямом смысле гробит. Вообще история гроботерапии начинается в Японии и Китае, так как там люди живут в большой динамической жизни, очень сильно устают и приходится как-то разгружаться. Поэтому у них это практикуется достаточно давно. Однако прежде чем добраться до гробовой доски, нужен обязательный разговор с психологом. Терапия противопоказана пьяным, наркоманам и людям, у которых есть определенные фобии и склонности к суициду. Это точно должны быть условно здоровые люди, которые, может быть, любят риск. Либо сейчас у нас все-таки эпоха достигаторства, и человек, который постоянно находится в достижении, так или иначе, он быстро выгорает. И состояние обнуления можно достичь некоторыми способами. Можно ходить к психологу, можно прыгать с парашютом, можно использовать провокативные методы психологии, как и данная процедура. По утверждению специалиста, провокативная психология в данном случае основана на страхе смерти, который есть у каждого человека. Преодолевая его, наступает переосмысление ценностей и физическое расслабление. Особенно сильный эффект будет, если закрыть гроб. По ощущениям внутри гроба неудобно. Однако для тех, кто не боится этого, самое ближайшее сравнение, наверное, с тем, как я маленький прятался где-то под одеяло. Примерно то же самое. Но это для тех людей, у кого нет фобий. Вообще в гробу на самом деле маловато воздуха, поэтому долго тут не пролежишь. Но насчет расслабления соглашусь. После гробовой тишины обязательная консультация с психологом и дыхательная гимнастика, которая поможет окончательно расслабиться. Сделайте глубокий вдох, глубокий выдох, можно закрыть глаза. Гроботерапия становится новым трендом. Раньше подобная психологическая разгрузка была лишь в окрестностях центральной части России. Сейчас стала появляться и в Сибири. Например, в прошлом месяце такую услугу сделали в Красноярске. Что касается Барнаула, еще непонятно. Станет ли гроботерапия востребованной? Поскольку дальше звонков дело пока не доходило. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.